Всем здрасте, с вами опять Максон и это девятая часть нашего турнира онлайнового по WB2K14 группы OVE. Теперь я уже точно буду всегда начинать видео с выхода Кофи Кинстона. Это будет всегда выход Special Referee, потому что, как вы знаете, в восьмой части я вылетел из турнира, но я не расстроился, я только рад, что выиграю не я, хотя этому я, наверное, не рад. Рад тому, что я буду просто смотреть, наблюдать за матчами и надеюсь, они будут великолепными или что-то типа того. Ну, короче, надеюсь на крутость следующих матчей от последующих рестлеров. Кто-то уже узнал, что он вышел во второй круг, что кто-то теперь уже только в роли зрителя будет выступать. Ну, посмотрим. Сегодня у нас, в общем, Iron Man матч, 15-минутный, ArtRoof против Вейда Беррета. Кто-то выбрал сейчас такой для себя, за кого он будет болеть, но я назову, пожалуй, тех, кто будет играть за этих самых рестлеров. А за ArtRoof, а так как он выходит первый, будет у нас играть Никита Колобов. Его вы знаете по КТА, по рестлингу, не знаю, в общем, по группе. А вторым выходит у нас Уэйд Берретт, его выход даже пропустили, и играет Уэйдом у нас Иван Рыжих, по-моему. Да, Иван Рыжих. Надеюсь, я правильно все произношу. Фамилия, ну, так как не было у нас никаких предъявлено мне замечаний, что я неправильно произнес фамилию. Значит, все правильно. Иван Рыжих против Никиты Колобова. Уэйд Берретт против ArtRoof. 15 минут дается обоим рестлерам, обоим участникам на то, чтобы закрепить свое преимущество или завладеть им. Вообще, такая забавная ситуация получилась. Я такой пишу, типа, Никите, ну чё, вы готовы или чё? Типа, вам сегодня надо сыграть бой. А он мне говорит, а мы его уже сыграли. Я такой, типа, в смысле сыграли? Они, короче, сыграли просто не на запись и, типа, думали, что не надо записывать или чё, я не знаю. В общем, они сыграли не на запись. Я думаю, можно сказать, какой там был счет, так как всё равно это был, типа, товарищеский матч, так скажем. Да, там счет был, как мне сказал Никита, 3-3. То есть была ничья, но я надеюсь, что в этом бое, уже в официальном, у нас не будет никакой ничьи, так как мы должны определить победителя. Но всё равно, если будет ничья, я не расстроюсь, я знаю, что сделать. У меня уже есть, если чё, запасные варианты. Ну ладно, не об этом, у нас пока идёт бой. Напомню ещё раз, кто на ком играет, может кто-то забыл, может кто-то промотал. На Артруф играет у нас Никита Колобов, а на Уэйде Беррити играет Иван Рыжих. Вот здесь какие-то помехи у нас небольшие, видите, траблы с соединением. Я надеюсь, что они не будут нас часто тревожить и вскоре вообще пропадут. Но чё-то, если они будут частенько и так появляться, я думаю, что кто-то должен будет создать другой. Ну ладно, пока идёт всё нормально, пока... Ой-ой-ой, нифига себе, Артруф-то как долетел. Да, Уэйде Беррита далеко-далеко. Я думал, он не долетит никак, ну читерский прыжок немного был, ну ладно. Так, ну пока нет никакого полного преимущества какого-либо из рестлеров, это обычная ситуация. Вот так вот они друг друга бросают в угол и всё-таки выиграют эту мини-борьбу Уэйде Беррит. Сейчас будет элбол-дроп. Удачный элбол-дроп на Артруфа. И будет ли пин? Да, пин. Вырывается Артруф. Ой-ой-ой, я чуть не всадил Уэйд Беррит. Я просто проходил мимо. Так, тут, по-моему, ведутся отчёты, так что, если что, работёнка-то будет у меня. Опять этот читерский прыжок Артруфа. Ну нифига себе, он как-то дотягивается-то вообще. Походу, это сигнатура. What's up? Бум! Это лэг-дроп, фирменный Артруфовский. Или будет ли финишер? На бегу, по-моему, на бегу или не на бегу, не знаю, ладно. Не будет пока финишера, может быть, и это было и не сигнатура, я не знаю. Так, что-то задумал Артруф. Швыряет лицом Вейда Беррита на канаты. И прыжок, ещё один лак-дроп, но это тоже пожёстче будет, покруче. Так, танцульки. What's up? Финишер чуть не нажал. Опять у меня инстинкт. Так, а вот это, вот это суплекс. Раз. Или что это? О, нет, это был финишер Артруфовский. И будет ли пин? Да, пин. Раз. Вырывается Вейд Берритт. Даже на раз. Ну, так как у них было 3-3, там, наверное, рефери побыстрее считал, чем считаю это я. Но я считаю всем одинаково, как я уже говорил. Ох, как быстро оклемался-то Артруф и просто так прыгнул Вейд Берритт. Теперь получает Вейд Берритт с пятки в нос. От Труфа. Клинч. Нет, это был не Клинч. Ой-ой-ой. Бэкбрейкер. От Артруфа и опять прыжок. Это опять лэгдроп. I'm coming. Ты что, не знаешь, что Артруф делать? Вот так вот. А предметы? Предметы. По-моему, можно доставать предметы, если я не ошибаюсь. Но здесь только, по-моему, дефолтные стулья и слэчхэммер. Вот так, удержание. Раз. Вырывается Вейд Берритт. Не будет здесь, по-моему. Счет еще долго открыт, потому что слишком быстро вырываются у нас оба рестлера. Так, сворачивание неожиданно. Эй, считай! А какого хрена я не считал? Ладно. Суплекс. Так. Артурф опять полез на канат, и это опять лэгдроп. Опять лэгдроп. Видимо, решил брать Вейд Берритт и таким способом. Реверс и Нокбрейкер. Хорошо. Там, в принципе, Iron Man матчи, они, как бы, по-моему, можно длительность менять. Там, по-моему, 25 минут и что-то еще. Так, что это либо сигнатура, либо финишер. Sorry, я не особо шарю. И удержание. Раз. Два. Три. 1-0 становится в пользу Артурфа. Ну, по-моему, я немного двоечку. На пару миллисекунд побыстрее читал, чем обычно. Но все равно, рефери примерно так же считает. 1-0 в пользу Артурфа. Еще разок напомню. А по исходу 5 минут матч. У нас еще есть 10 минут. Точнее, не у нас, а у участников наших. У наших соперников. У Уэйда Беррета и у Артурфа. Разбирают. Ах, отчеты. Sorry. Раз. Я немного просто давно не играл в Iron Man матчи. Они были самыми первыми, по-моему. Или там были в Лос-Мастеринге. Не помню. Короче, там давно не играл матчи, где нужно вести отчеты за пределами ринга. Я-то думаю. Хорошо, что получше отнимается. Я бы и не понял. Так, раз. What's up? Два. Не хочет спускаться вниз Артурф, походу. Sorry, не то нажал уже. Так, что же задумал у нас Артурф? Ничего. Получается, ноги от Уэда Беррета и спрыгивает просто. И Уэйд Беррета проводит Уэстлэнд. Хорошо. Будет ли пин? Да, естественно, пин. Раз. Только раз. Вырывается. Быстренько у нас Артурф. И дает Уэйду Беррету сравнять счет в матче на Iron Man. Снова в угол ринга. Что-то хочет сделать Артурф, но я что-то не пойму. Все реверсирует его попытки. Уэйда Беррета, прыжок, реверс. Очередной реверс от Труфа. И это будет лэгдроп. Кто бы сомневался. Да, действительно, это был лэгдроп. Еще что ли? Воу! И реверс! Реверс от Уэйда Беррета. Но Артурф не валялся. Он почему-то тоже начал вставать. А я думал, сейчас будет пин. Типа, ну, подловил, и можно бы и завалить. По-моему, Беррета сейчас сделал таунт, нет? Ладно. Так, что теперь? Рашинг Лэгс с Випа Тартруфа. И опять будет лэгдроп. В натуре. Залэгдропил просто Уэйда Беррета у нас Труф. И ТСТО. По-моему, этот прием называется СТО. Если не это поправите. Раз. Два. Бедняга Беррета. У него такое лицо было, что мне даже жалко стало. Так, снова это Джоу Брейкер. Или что это? Я, сори, по названиям не знаю. Ну, похоже на Джоу Брейкер как бы, да? Раз. Окей, вырывается Уэйд Беррета. Я буду называть просто приемы, примерно, что мне приходит в голову. Ну, Джоу Брейкер похож на Джоу Брейкер. Ну, то есть, как бы, не фирменные там названия, да? А как бы стандартные. Своеобразный такой Джоу Брейкер. Ладно, не суть, короче. Я думаю, у нас найдутся люди, которые прошарнее, чем я. И поправят меня. Спасибо вам. Суплекс проводит Артрув. Такой нехилый суплекс. И что? Что теперь? Ой-ой-ой. Хиррак закрутил свою вертуху Артрув. Ну, еще. Это одна из вертух его. И что? Пин. Будет ли пин? Что-то Артрув мечется возле Уэйд Беррета и не знаю, что с ним сделать. Я понял. Почему сказал Russian Vexy, по-моему, комментатор? Мне показалось. Так, удержание очередное. Раз. Два. Три. Счет становится 2-0 в пользу Уэйда Беррета. То есть, как бы самому Беррету Трув не дает ничего сделать. Его попытки на пин ничтожны и ничем хорошим не заканчиваются. Вот сейчас, по-моему, хотел Беррета сделать... Замещено, но не получилось у него. Не пойму, что кричат зрители. Ладно. Сейчас будет лэг-дроп. Да. А почему вот он не реверсирует эти лэг-дропы? По мне, так реально проще всего реверсировать приемы, когда на вас летит сверху соперник, когда вы валяетесь. Мое мнение. Ну, может быть, не все знают, когда нужно нажимать. Вот она самая крутилочка, про которую я говорил. Это выглядело эффектно. Раз. Вырывается Уэй Беррет. Он тоже показывает, что он могет. Но что-то вот могет, не могет, а вот его попыток удачных на пины нету. Чё, опять лэг-дропы? То есть вы поняли, да? Соперники. Артруфа знаете, что он частенько будет проводить. Так, сори, не то. Беррет отвечает. Неожиданно. Отчет. Раз. Я уже два нажал, но вырывается Артруф. Так, бросок. А то это Беррета. Кики-ки-ки-ки-ки, но все это тщетно. Еще один бросок. Беррет полегче с такими приемами. И сабишн. Чекаем это дело. Сдается Артруф. Счет становится 2-1 в пользу. Все равно еще Артруфа. Уэйдберт. Отчет. Да ладно. Раз. Нет. Не успеваю я даже одного сделать. И это будет Вейстленд. Удачный Вейстленд. И явно пин. Да. Пин. Раз. Два. Три. Счет становится 2-2. Интрига появляется, дамы и господа, в нашем бое. Но Артруф, походу, хочет закончить с этой интригой. Раз. Два. Три. Три-два. Артруф возвращает себе преимущество в этом бою. Или что? Да. Три-два. Три-два. Все правильно. За 5 минут до окончания у нас пошел просто дикий экшен. Еще один пин. Раз. Вырывается уже на этот раз Вейтберт. Я хотел просто поговорить о соперниках, раз я их затронул. Кто победит в этом бое, тот выходит на пару Марк Хенри СТ-8. Этот матч тоже должен быть сегодня сыгран. Раз. Один. Только один. Тропкик реверс. Рез от Вейта Беррета. Сабмишн. Понял Беррета, что нужно действовать сабмишнами, потому что походу у Артруфа, как и у Кофи Кинстона, кстати, сабмишн это самая слабая, так скажем, часть скилла или что-то вроде этого. Вот у меня, у Кофи Кинстона, сабмишн имеет самую маленькую цифру в скилле. Возможно, у Артруфа то же самое. Снова нажимаем чек. Я помню, Артруф, по-моему, может дотянуться до каната вполне, только он ползет не в ту сторону. Правильно, правильно, разворачивайся. Отпускает его Вейтберт. Не хочет сдаваться. У нас Никита Колобов, играющий Артруфом, напомню. А за Вейта Берета, играющий Иван Рыжих, хочет восстановить справедливость и хотя бы сравнять счет. По-моему, у нас сейчас 3-2 в пользу... Ой, в пользу... Ага, сабмит. В пользу... Да ё-моё, подождите! Раз. 3-3 у нас уже. Фух, я чуть сабмит не просрал. Чуть не прослопочил. Просто экшн, дикий экшн, я не успеваю просто говорить. Чё да как. Это круто. Это на самом деле круто, когда экшн, экшн, экшн. Поначалу-то вроде бы... Ещё с этими тупыми тормозами. Ватсапп! Было не очень круто. А потом всё пошло-поехало. Просто жесть. Пацаны реально показывают интересности. Дают интригу зрителю. Вот мне такие матчи интересны. Судить. Раз. Два. Три. Становится счет 4-3, по-моему. 4-3 в пользу... В пользу Артруфа. Почему нам не показывают опять цифры? Их быстро показали и всё. Жесть. Вот это, пацаны, не это... Не жалеют. Сабмишены спинами. Так, ответный... Ответный сабмишен Вейду Берроту. Типа, почувствую, как это неприятно, да? Но, видимо, Беррот легко вырывается. Раз уж Артруфа вот так быстро отпустил. Сори, кстати, если я иногда рессеров называл не так. И бывает в порыве вот таких вот... Быстрых приключений на ринге. Я называю вещи не своими именами. Так. Смотрим, наблюдаем. Сабмит всё-таки задаётся Вейд Беррот. И чувствует, как он... Как это неприятно. 5-3 становится счёт в пользу Артруфа. И сворачивание, неожиданное сворачивание. Раз. Два. Вырвался. Вейд Беррот ещё живой. You still got it. Да? Помните эту фразочку? Запускает у нас... У нас Аришвипом Артруфа Вейда Беррота. Теперь пересадил Беррот Труфа. Так. Реверс. Что будет дальше? Сукик такой в лицо. Вейду. Типа лови. Что теперь? На руку. Так. Жаль, я не могу посмотреть у кого как со здоровьем. Я могу сделать вот так. Типа, братишка, ты как? Легдроп опять очередной. Это Артруфа. И вот эта вот крутилочка. Просто мясорубка, блин. Я бы назвал этот приём мясорубкой. Так пилит вообще жесть. Раз. Вырывается Беррот. 5-3. Напомню, в пользу Артруфа. За минуту 10 до окончания. Боя. Ну, я не помню, насчёт длительности я договорил или нет. Но там можно ставить дольше. И, возможно, во втором туре, если у кого-то будет Ironman матч, я буду делать их по длительности дольше. Нежели чем 15 минут. Хотя фиг знает. Может быть, 15 минут самое то. Ну, что ты, Артруф. Не знаю, что опять делать с Вейдом Берретом. Дождался и получил слэм. Отсчёт. Раз. Два. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Артруф вырывается. Ну, это Буллхаммер. Пин. Нет, не пин. Оттаскивает от канатов. 30 секунд до окончания боя. Отсчёт. Раз. Вырывается Артруф. Не хочет он отдавать преимущество. Даже 5-4 для него будет нервной концовкой. Но всё меньше и меньше времени у Вейда Беррета. Ага, ответный раз. Ответный пин, но только раз. 8 секунд до окончания боя. 7. 6. Что? Что? Всё. Походу, это всё. 2 секунды до окончания. И... Вейд Беррет полез за стулом, но поздно. Хотя нет, не поздно. Ответил. Ответил. Ударил по голове стулом. Ну, некрасиво ушёл Вейд Беррет. За которого играл Иван Рыжих. Но я, честно, не знал, что можно стулом ещё потом ударить. Хотя, если бы по секрету сказать, я Артруфу начал проводить финишер. Но почему-то он не стал проводиться. Но я нажал треугольничек. Ладно. Доставил с Артруфу. В следующем круге ему будет, видимо, тяжело. Благодарим участников за этот бой. Поздравляем Никиту Колобова, который играл с Артруфом. Кстати, его Кофи Кинстон достался мне. Он его выбирал, но получил от Артруфа. И говорим спасибо за участие в конкурсе. Ждём... Ой, в конкурсе говорю. За участие в турнире. Ждём в следующем. Четвёртый будет. Будет он летом. Кстати, могу сказать сразу. В каком месяце, не знаю. Скорее всего, в июле, в августе. Где-то так. Ну, об этом ещё рано говорить. У нас ещё третий не закончился. Ну, в общем, спасибо Бэйду Бэрретту. Мы его больше не увидим в турнире. Спасибо Ивану Рыжих, который за него играл. И ещё раз благодарим и поздравляем Никиту Колобова, который играл с Артруфом. Поздравляем с выходом в следующий раунд. Во второй круг. Его соперниками, я напомню, может быть Марк Хенри, либо Стив Остин. Этот матч, по-моему, я должен сыграть тоже сегодня. Точнее, записать. Сыграть его должны на наши участники. Ладно, всем спасибо за просмотр и до следующих видосов.